ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ВСТРЕЧИ ДЛЯ ТЕСТИРОВЧИКА В НАШЕМ ГОРОДЕ Поэтому, если тема тестирования вам близка, интересна, можете добавляться к нам в фейсбук-группу, в телеграм-чатик. Мы там периодически делимся всякими полезностями. Ну, в общем, у нас там уютненько. Добро пожаловать. Тема моего доклада называется «Думай как тестировщик, действуй как инженер». Как родилась такая, в общем, мысль? На большинстве конференций, на которых я присутствовал, в том числе на наших вот этих неформальных встречах, очень часто поднимается вопрос, что должен знать и уметь хороший тестировщик. И практически всегда разговоры вокруг, обсуждения вокруг этой темы всегда строятся на каких-то конкретных инструментах или конкретных навыках, которыми должен уметь или обладать тестировщик. Но практически никогда не затрагивается тема того, как хороший тестировщик должен думать во время своей работы. Вот как раз о том, как хороший тестировщик должен думать, по моему мнению, для того, чтобы стать хорошим специалистом, как раз вот посвящен этот доклад. Мой путь в тестировании начался где-то чуть больше пяти лет назад, с того момента, как я прочел впервые книгу Романа Савина, тоже, как, наверное, многие присутствующие, «Тестирование.com». Она меня тогда очень круто захватила, и мне было так прям интересно, что, блин, насколько классная вообще работа. У тебя есть четкое описание в ТЗ, ты сравниваешь о том, как продукт работает, и если что-то идет не так, ты сообщаешь о том, что это ошибка. Ну, конечно, да, реальность чуть-чуть другая, чаще всего ни ТЗ нет, ни документации, ни ожидаемого результата даже в некоторых случаях, но это лирика. И в те моменты мне казалось, что основная суть и цель работы тестировщика – это максимально быстро и качественно сломать продукт, который тебе дали на тесты. Ну, отчасти, наверное, это все же имеет смысл, но только лишь отчасти, поскольку для того, чтобы сломать что-то, что тебе дали на тесты, нужно, чтобы это что-то вообще изначально работало. Это не всегда так, поэтому мой такой вот первый ментальный постулат, который я хотел бы сегодня обсудить, это убедитесь в том, что ваш продукт работает. На самой заре своего восхождения к вершинам тестирования я очень часто ходил на собеседование, и в то время было популярно дать тестировщику, который пришел к тебе на собеседование, задачу про треугольник. Ну, если вдруг кто-то не знает, это программа, которая по трем введенным сторонам сообщает о том, какой это треугольник – равнобедренный, равносторонний, прямоугольный и так далее. Я на просторах интернета накопал сейчас вот этот сайтик, если кому-то интересно попробовать свои силы в онлайне. Это не наша разработка, это кто-то другой вообще делал. Он примерно выглядит вот так. То есть вы вводите три стороны, и вам система сообщает о том, что это прямоугольный треугольник, если ввели стороны 3, 4, 5. На этом сайте разработчики намеренно допустили четыре ошибки. Они вывели счетчик этот на экран, и там есть еще список тест-кейсов, 12 штук, по-моему, которых, по мнению разработчиков, необходимо и достаточно для того, чтобы проверить, убедиться в том, что продукт работает. В чем может быть ситуация, когда вы приступаете к тестированию такого продукта? Если вы решаете начать свои проверки с каких-то негативных тестов, то есть не проверяя, что продукт в принципе работает, одна из ваших проверок первая может выглядеть примерно так. То есть вы проверяете, как поведет себя система, если вы введете три стороны нулевой длины. Нулевой длины в физическом понимании, ну, это бессмыслица, поэтому если система вам вернет, что это все-таки треугольник какой-то, то это, ну, это, в общем-то, ошибка. Вы вводите три нолика. Вам система радостно сообщает о том, что это равносторонний треугольник, у него все стороны равны. Это баг. Вы его оформляете о том, что стороны не могут быть нулевой длины. Это какой-то абсурд. Это один из тех четырех багов, который намеренно допущен разработчиками. Вы оформляете эту ошибку с пометкой о том, что нулевой длины быть не может. Продолжаете тестирование. Проверяете, как себя система поведет при числах отрицательной длины, что тоже не имеет никакого смысла. Вводите три минус тройки. Вам система тоже сообщает о том, что это равносторонний треугольник. Продолжаются тесты, вы вводите любые строки. И в какой-то момент становится понятно, что система на любой ввод возвращает то, что это равносторонний треугольник. В этот момент уже сразу становится понятно, что система не работает в принципе. Ее сразу же можно было отдавать на доработку. Но проблема в том, что мы на то, чтобы убедиться в том, что она не работает, потратили какое-то продолжительное количество времени. В нашем случае, конечно, это буквально две минуты потраченных. Но если это какая-то сложная система, где тест-кейсы масштабные или неочевидные, если это, допустим, еще мобильное приложение, и для того, чтобы оформить бах-репорт, еще надо снять логи или записать видео, ну, в общем, это все потерянное время, ну, и, соответственно, это потерянные деньги для бизнеса. И для того, чтобы такой ситуации избежать, нужно все-таки проверять изначально то, что система делает то, что должна. Только потом уже переключаться на проверку того, что система не делает того, чего не должна. Поэтому первая такая вот идея, которую стоит держать в голове во время тестов, это убедитесь, что продукт работает. Когда вы уже проверили, что он выполняет свои какие-то функции, которые на него возлагаются, надежды, обязательства, то тогда уже можно переключаться на какие-то более сложные или негативные проверки. И всегда, ну, наверное, не всегда, но в большинстве случаев это хорошо делать с пониманием своего пользователя, своего клиента. Поэтому второй вот такой шаг – это поймите своего клиента. Может быть, ситуация, когда вам дали на тесты какой-нибудь, ну, типичный интернет-магазин, да, из которых там множество в интернете. Вы написали себе какие-то чек-листы, там, проверить регистрацию, авторизацию, поиск, платежи и так далее. Когда уже все это проверено, все вроде как работает, приносит деньги, тогда есть смысл попытаться себе построить такой портрет, ну, визуальный вашего пользователя и попробовать протестировать продукт уже исходя из понимания, вот как бы это делал конечный потребитель. То есть, примеры из практики. У нас пользователи из Китая не могли зарегистрироваться на нашей системе, потому что у нас была Google Captcha на регистрации, а в Китае Google заблокирован. Им каждый раз показывалось в том, что введите Captcha, которой не было. Ну, то есть все, мы теряли клиентов, соответственно, теряли, ну, бизнес терял деньги. Поэтому, ну, об этом тоже стоит знать. Вот уже тестировать вот такие моменты стоит, когда система полностью работает. Что касается авторизации, тоже есть ли возможность пользователям арабских стран, у которых справа налево написание, есть ли возможность вообще ввести свои данные в форму авторизации. Поиск. То же самое. Стоит убедиться, что система, ну, условно проверяется, ну, можно найти в вашей системе товар не только там по строгому соотношению, ну, по строгому совпадению, а и по части совпадения или по какой-то марке. Платежи. В большинстве сайтов форма, в которую вводятся данные карты, содержит в себе 4 группы по 4 символа. То есть стандартная карта из 16 символов. На самом деле сейчас есть, ну, уже устаревшие, но они все еще действительные. Карты с 15 номерами, с 17, 18 и 19 номерами. Опять же, если у вас какая-то строгая валидация на вот эти 16 символов, каждый клиент, который к вам приходит с нестандартной картой, не сможет совершить покупку, соответственно, ну, бизнес не дозаработает денег. Это тоже критично. Доставка. Знаю, что с этим сталкивались жители Санкт-Петербурга, у которых в адресах есть корпуса. То есть не просто там дом и номер, там, квартиру условно, а еще есть корпус. Если у вас система не подразумевает какого-то оставления там комментария или четко строгий только адрес, там, введите улицу и дом, то, опять же, это потерянные деньги, это недозаработанные деньги и так далее. Таких примеров множество. Это чисто то, с чем сталкивались мы. И подобных ситуаций, вот этих недозаработанных денег, можно было избежать, если понимать своего клиента. Случай из практики. Я недавно покупал билеты на сайте грузинских железных дорог, нашел официального перевозчика, все это, он выглядела, вот это примерно регистрация у них вот так. Я попытался зарегистрироваться, мне система показала сообщение об ошибке, что в юзернейме должно быть минимум 7 символов, и оно не должно начинаться с числа, с цифры. Ну окей, я, ну ладно, может, ну тем лидос 8, ну ладно, может как-то не нравится. Я ввел 16. Ничего, подсказка какая-то осталась, ну все. Я, в общем, зарегистрироваться я так и не смог. Я ушел к конкурентам, у перекупщиков, купил билет подороже, потом думаю, ну блин, ну не может быть официальный сайт перевозчика такой, ну настолько забагованным. Как выяснилось, может, это вот, если кому-то тоже интересно, просто локализовывать ошибки, их даже искать там не надо, они просто на поверхности рассыпаны, это вот грузинские железные дороги. Я вернулся на сайт, думаю, ну я все же хочу попробовать зарегистрироваться. Мне вот интересно, почему у меня это не получается. Как потом выяснилось, спустя где-то 15 минут, что вот это сообщение, оно относится к паролю, это оно не относится к юзернейму. И, ну, я потратил 15 минут, но мне было просто интересно. Реальный клиент так делать не станет. Он уйдет конкурентам, купит дороже. И есть даже где-то исследование, что пользователь ждет загрузки страницы, по-моему, 4 секунды, ну, если это не какая-то ниша, которая монополизирована вашим продуктом. И на регистрацию, на попытку регистрации тратит одну буквально или две попытки. Ну, это я просто настойчивый был. Проблема в том, что если пользователь не сможет зарегистрироваться, соответственно, он уйдет, и бизнес недозаработает денег, и это, ну, это критично для людей, которые, ну, заказчики ваши непосредственные. Есть такое выражение в маркетинге, что пользователь покупает не перфоратор, он покупает дырку в стене. Перфоратор – это всего лишь инструмент, с помощью которого, вот клиент удовлетворяет свои потребности. И ваш сайт, ваше приложение – это тоже всего лишь инструмент. И если он не будет выполнять действия, те, которые, ну, в общем, от него ожидаются, то пользователь уйдет. Есть еще тоже хорошее выражение, что качество – это когда возвращается заказчик, а не продукция. И вот чтобы заказчик вернулся, он должен хотя бы изначально суметь возможность к вам попасть. А если это не получится, то, соответственно, и уходить тоже будет некому. Поэтому второй вот такой постулат, за которым тоже стоит наблюдать – это поймите своего пользователя и тестируйте уже ваш продукт, исходя из этого понимания. Третий постулат. Помимо пользователя пытайтесь понять еще свой продукт. Сейчас я хотел бы чуть-чуть познакомиться с аудиторией. Скажите, есть ли среди вас те, кто может писать или хотя бы читать, понимать программный код? Поднимите руку, пожалуйста. Отлично. Ну, большинство. Спасибо. Я сейчас постараюсь все равно комментировать то, что будет написано на экране. Будет много кода, но я надеюсь, что будет понятно всем. Я как-то начинал свою работу в тестировании. Я, естественно, начинал, как и большинство, с мануального тестирования. В работе я тогда использовал какие-то чек-листы, которые находил в интернете. Совершал эти проверки, они находили какие-то ошибки. Ну, в общем, было все классно, но проблема была в том, что я абсолютно не понимал, почему я проверяю вот эти данные, почему я вожу ноль или отрицательное какое-то число, или еще чего-то. Я использовал эти чек-листы, потом наткнулся на такой инструмент, как Selenium IDE. Он, по-моему, сейчас до сих пор еще есть на рынке. Это рекордер, которым можно записать ваши действия в браузере. И это был такой мой первый шаг в сторону автоматизации тестов. В какой-то момент мне возможности Selenium IDE перестало хватать. Я переключился на Selenium WebDriver. Это фреймворк для автоматизации работы с браузером. И во время работы с ним я понял, что его, скажем так, он крутой, но для того, чтобы им хорошо пользоваться, нужны еще знания языка программирования. Я выбрал Java. У нас вся команда тогда писала на Java, поэтому выбор был невелик. И помимо написания тестов я еще пытался как-то себя развивать и решал задачки. Одна из задач выглядела вот так. Мне нужно было создать программу, которая выведет на экран ближайшие к 10 из двух чисел. Например, среди чисел 8 и 6 это 8. Я тогда написал вот примерно вот такой код. Построчно, сверху вниз. Сначала я объявляю переменную A, которая присваивает значение 8. Потом переменную B, которая равна 6. Есть переменная 10, которая равна, как ни странно, 10. Две переменные div1 и div2 это разницы. И проверяю, что если первая разница меньше, чем вторая, то вывожу на экран, что ближайшее число к 10 это первое число. В другом случае вывожу, что ближайшее к 10 это второе число. Я написал программу, запустил ее. Она мне показала, что build successful, все окей. Ближайшее число к 10 это 8. Я такой, ну блин, круто. Я прям с первого раза так все красиво сделал, все оформил. И потом мне стало интересно, как бы быстро я сломал вот такой код, если бы мне его отдали на тесты. Ну и понял, что сразу. С первого теста он бы у меня упал. Поэтому проблема заключается у меня в том, что я вычитаю эти числа, и они будут у меня работать только тогда, когда числа будут в промежутке от 0 до 10. Тогда система будет работать. Если же, ну то есть разница будет в первом случае 2, во втором 4, соответственно, разница сходится, все окей. Если же числа будут больше 10, то, ну например, 11 и 29. Первая разница будет равна минус 1, вторая разница будет равна минус 19. Минус 19 меньше, соответственно, у меня выведет, что ближайшее число к 10 это 29, что не есть правдой. Так я нашел свой первый логический бах в своем коде и начал тему разведываться. Хорошо, как бы я это исправлял? Исправление получилось с помощью библиотеки и функции модуля, то есть это, ну оно физически, это расстояние, оно не может быть меньше нуля, поэтому если число будет отрицательным, оно просто домножает его на минус 1. Это решило мою задачу, разница стала 1 и 19. Соответственно, ну, build successful, все окей, выводит правильное число, но на этом череда багов только начинается, поскольку этот функционал будет работать тоже тогда, когда у меня разные числа. Если у меня числа одинаковые, я чуть-чуть подправил вывод, чтобы было понятно, ну, какое число будет подразумеваться, разница будет одинаковая, но системе тоже нужно что-то выводить. Она мне выводит, что ближайшее число к 10 число b, равное 14, что тоже неправильно, они одинаковые. Проблема заключалась тоже в том, что я сравнивал разницы, но не сравнивал числа. Хорошо, добавляем еще одну проверку, что если числа равны, то вывести, что они находятся на равном расстоянии от 10. проверил при числах 14 и 14, написала, что они находятся на равном расстоянии, все классно, вроде как все исправил, но нет. Если числа будут на равном расстоянии, но по разные стороны, тоже будет ошибка, поскольку разница 12 и 10, разница 2, разница между 8 и 10 тоже 2, ну, соответственно, условие не выполнится, так как числа неравны, но у меня выведет, что число b ближе. Опять ошибка, я это тоже исправлял, проблема была в том, что я сравнивал числа, но не сравнивал разницу, исправил это все, система вывелась, и, ну, на самом деле, вот этот весь процесс, он очень цикличен, и даже вот самая примитивная задача, она вот была написана с этой кучей боли, правок, и непонятно, как это все было делать, и на самом деле тут еще багов миллионы. Если, например, я решу проверять разницу между 10 и вот таким, или вот таким числом, система тоже упадет. Есть версии почему? Совершенно верно, да. Да, это, более того, она не то, что упадет, она даже не выполнится, поскольку это пределы для того типа переменной, которую я использую, integer. Если я вдруг решил бы проверять вот эти вот миллиардные разницы, то мне пришлось бы проект не просто исправить там одну строчку, мне пришлось бы его переписать с использованием такого функционала, как big integer. Это, ну, скажем так, инструмент для работы с большими числами. То есть это уже пришлось бы переписывать практически все. и, ну, это пришлось бы, если даже хотел бы, например, проверять дробные числа, десятичные какие-то, то тоже это недостаточно просто изменить вот как на предыдущем слайде вот эти int-ы, поменять на double, поскольку поведение системы все равно будет отличаться даже от типа переменной, которую вы используете. Есть даже самый такой вот популярный пример. Это у нас вот есть две переменные. Double A равная 1 десятая, Double B равная 2 десятых, и сумма равная A плюс B. Ну, забегая вперед тоже, можем попробовать интерактив, чему будет равен ответ. Ну, вот я вот хочу сложить 0.1 и 0.2. Забегая вперед, это не 0.3. Нет, тоже нет. Да, вот откуда-то оттуда был ответ. Да, ответ будет вот такой. Этому явлению даже посвящен целый сайт. Он выглядит вот так. Если вдруг тоже кому-то интересно покопаться, там с математической точки зрения рассказано, почему это происходит именно так. Это особенность математики с плавающей запятой. В разных языках оно по-разному. В Java и JavaScript я знаю точно вот так. В Python, по-моему, 0.3 нормально, адекватно показывают. То есть недостаточно просто даже поменять было значение. Надо еще знать некоторые особенности языка, которые, если просто сравнить 0.1 плюс 0.2, и вы ожидаете 0.3, то система все равно упадет, поскольку тест будет провален. И на самом деле там тоже, если я вдруг решал бы вводить какие-то экспоненциальные числа, шестнадцатеричные, какие-то строки, числа, как в Америке отделяется тысячная часть запятой, дробная точка, какие-то специально зарезервированные слова, если бы там начинал туда пихать null, infinity, true, false и так далее, на каждом из них система бы падала. И каждую из этих ситуаций мне пришлось бы писать очередной-очередной код для того, чтобы это исправить. И вот есть даже такая штука, что человек, когда начинает вот это изучение чего-то нового, он проходит через четыре стадии. Первая из них – это неосознанная некомпетентность. То есть это аналог, как если бы вы, например, пытались своей бабушке объяснять, кем вы работаете. Обычно это заканчивается тем, что я соглашающее программист и все. И объяснить я не могу. Бабушка не осознает сложности этой профессии, она некомпетентна, но она не понимает просто, что за то, что я сижу за ноутбуком, мне платят деньги. Потом есть стадия осознанной некомпетентности. То есть это когда вы уже начинаете свой процесс развития, вы находите какие-то там материалы, изучаете, осознаете, что еще изучать очень и очень много. Вы осознаете это, но вы все еще некомпетентны. Есть стадия осознанной компетентности. То есть когда вы все инструменты применяете в нужное время, в нужном месте, знаете, когда стоит пользоваться какой-то технологией, в каком случае не стоит. То есть вы уже набили себе руку, уже заработали какой-то опыт. То есть большинство из нас находится примерно на этом квадрате. Есть стадия неосознанной компетентности. То есть когда уже тестировщик обрастает бородой, багами, уже с первого взгляда на продукт может понять, что будет работать, что нет. Это аналогия, это, наверное, водитель с 30-летним стажем. То есть он все делает правильно за рулем, но он до этого даже не осознает. Все эти поворотники включает, скорости переключает. Это уже находится на стадии неосознанного. И для того, чтобы дойти до этого понимания неосознанной компетентности, недостаточно просто тестировать продукт, нужно еще понимать, как он работает изнутри. То есть чтобы вот уже тестировать знание вот этого, того, что находится под капотом. И если мы все же пытаемся дойти к этой стадии, недостаточно быть просто тестировщиком, нужно быть еще инженером. В идеале, конечно, совмещать в себе две лучшие составляющие и оттуда, и оттуда. И думать как тестировщик, действовать как инженер неосознанно, но компетентно. У меня все. Спасибо за внимание. Да, если есть вопросы, с радостью отвечу. Добрый вечер. Спасибо за доклад. У меня несколько вопросов. Например, первый о ситуации с Google в Китае и с длиной номера карты. Разве это не задача аналитика? Вообще да, но чаще всего бывает на проектах, когда тестировщик в себе сочетает все эти роли. Он и аналитик, и разработчик, и ПМ, и платят только тестировщику. Хороший человек, да. Второй вопрос сказали, когда осознали свою неосознанную компетентность, начали развиваться, и на этапе селения уют драйвера, добавили Java, и развивались в этом. То как, хотелось бы услышать, ну, то есть, cool story ваша, как это происходило? Это было за счет компании или за счет своего личного времени? Потому что у нас много тестировщиков хотят. Говорят, я хочу развиваться, я хочу учить Java, и сидят, ждут, когда им эти знания вложат. Ну, в моем случае это вышло, я поменял компанию, устроился на должность уже автоматизатора. За полгода я не написал ни одного автотеста. Я пришел к начальнику, говорю, ну, надо что-то менять, ну, как-то это неправильно. Говорят, хорошо, у нас сейчас как раз после Нового года будет послабление по проектам, можно выделить время и вот месяц позаниматься автоматизацией. Но параллельно с этим я еще делал это не только на работе, но еще и дома. То есть, получается, сочетание такое. И понимание вот этого очень хорошо помогает находить ошибки в тех местах, когда ты там бы даже их искать не стал. Вот это очень было хорошо. Хорошо, и последний вопрос будет на примере Intel Double и прочего. То есть, вы натолкните на мысль, что тестировщик должен смотреть в код, чтобы понять, какие ему кейсы написать из-за того, как это реализовано? В идеале, да, поскольку в некоторых моментах можно даже увидеть, что это не будет ситуация обработана на уровне кода, которую бы вы как тестировщик проверяли на продукте. То есть, изменение вот этой строчки кода просто будет очень быстрое, качественное и не такое болезненное, чем когда это уже выкатится на продакшн, потом придется откатывать и так далее. А не кажется, что это скорее некомпетентность разработчика и недостаток код-ревью, чем… Да, в хорошей, в идеальной компании юнит-тесты разработчики пишут и таких каких-то критических багов не проходят, но не все умеют писать хороший код, и поэтому приходится подстраиваться под разных разработчиков, ну, в нашем случае. Хорошо, спасибо за ответы. Все? Добрый день, спасибо, Закла. Расскажите, вот, как вы… про второй пункт вы рассказывали, про то, что надо прислуживаться к потребностям клиента, к тому вот особенностям каких-то пользователей. А вот как вы делитесь внутри команды? Ну, вот, нельзя же быть специалистом прямо во всех областях, там где-то и веб-магазины какие-то, есть какие-то нюансы, да, там, например, там, китайские заказчики, да, ну, там, магазин под Китай или там что-то еще, вот вы рассказывали про какие-то арабские страны. Как у вас происходит вот именно взаимодействие? Ну, на самом деле тут ответа однозначного я дать не могу, поскольку у меня в команде просто каждый человек заточен на свой проект, он несет ответственность исключительно за свой проект, поэтому получается, что он и швец, и жнец, и по всем областям, да, он во всех должен разбираться, поскольку в идеале, конечно, да, я бы сделал отдельно специалистов по UX, по дизайну, которые будут конкретно проверять, там, кто-то верстку, кто-то логику, функциональность, ну, то есть, исходя из этого, но обычно бизнесу это не нужно, если он хочет платить одному человеку, а получать сразу опыт всех. А как вот происходит именно взаимодействие, ну, как бы обучение, вот один человек там занимался, там, проектом под Китай, да, например, магазин, да, и вот вы хотите, чтобы это его компетенция, и те нюансы, которые он в процессе работы, ну, освоил, там, делился, ну, как… Ну, да, я понял, у нас это реализовано через механизмы обмена, ну, мы рассказываем внутри компаний доклады постоянно и на уровне викли созвонов каких-то, это отдельно викли для тестировщиков, если бы происходило что-то интересное или какая-то ошибка нетипичная, которая хотелось бы поделиться или рассказать, об этом рассказывается на викли созвонов, но это на самом деле, ну, в нашем случае это очень хорошо помогает, поскольку ты вроде как в курсе всех проектов и в то же время получаешь какую-то постоянно новую информацию для себя, что вот это стоило бы проверять. Ну, еще раз. Спасибо. Еще один вопрос по поводу, вот, в последней секции вы назвали, что, как бы, неосознанной компетентностью, это более, следующий, более новый уровень после осознанной компетентностью. Почему неосознанная компетентность, это более, как бы, выше? Я понял. Это, ну, с точки зрения психологии, это когда ты уже все делаешь правильно, но даже об этом не задумываешься. То есть, если на уровне осознанной компетентности тебе приходится это еще себя как-то контролировать, еще там сверяться с какими-то там источниками, то на уровне неосознанной, ну, это как в случае с водителем, он делает правильно, но даже не парится насчет слова. Я просто вывижу в этом проблему в том, что ты можешь не совсем правильно там проестимейтить задачу для своего коллеги, например, ну, ты не осознаешь всю сложность ее, для тебя это очень просто, ты считаешь, что это элементарная вещь, ну, и когда он тебя неосознанно, ты понимаешь, ты думаешь, что все это знают, ну, ты знаешь, какие-то нюансы. Ну, в этом плане, конечно, если там случаи с тиммейтом каких-то, то с тиммейтом лучше доверять тому человеку, который будет непосредственно заниматься задачей, но у нас это реализовано так. Поскольку, да, если я буду, ну, абсолютному новичку, который пришел говорить, что там задача на 40 минут, проверяя там функциональность, логики, ну, куча, понятно, но я не могу дать такую оценку. Поэтому мне приходится это делать исключительно для себя. Спасибо. У меня такой вопрос. Начинаешь думать как тестировщик, везде видеть баги, при первом же нахождении сразу заявлять, что это баг, и лучше бы его пофиксить. Дальше ты набираешься сеньорити, ты начинаешь понимать программирование. Кроме программирования, ты начинаешь понимать базу данных, да, и ты уже понимаешь, допустим, эту реализацию, и иногда ты понимаешь, что мелкий баг, если бы ты только думал как тестировщик, ты бы сразу сказал, что это баг, но так как ты уже начинаешь действовать как инженер, ты уже понимаешь, каким последствием, сколько нужно эфорта, чтобы это пофиксить, и тут ты начинаешь как бы грубеть, пропускать вот эти баги, или же просто поговоришь там со своим девом, да, вы так вдвоем покиваете головами, скажете, да, вот вообще такой сложный тут случай, это сколько нужно, чтобы это пофиксить, пусть так и будет, и вот тут вот начинается вот уже как бы конфликт, конфликт даже внутри себя. Ну, в моем случае это, ну, до такого мы еще не дошли, у меня это происходит чуть проще, задача тестировщика сообщить, то есть в идеале, конечно, добиться исправления, но если мне скажут, блин, там пол проекта перелопатить надо, пусть остается так, окей, хорошо, я сообщил, эта задача, ну, прописана, дальше дело ПМа, то есть, ну, я нашел, я сообщил, я понимаю сложность, я знаю, что это реализовано, ну, там, какими-то окольными путями, и, ну, если это действительно проблемно, ну, пусть ПМ разбирается, моя позиция вот примерно такая. Да, только здесь маленький нюансик, бэклог начинает просто расти. Ну, это нормально, потому что, с другой стороны, если не документировать эти баги, то бэклог не будет расти, но будут повторяться случаи, если каждый новый тестировщик одно и то же находит, поднимает, обговаривает, то есть, ну, в любом случае что-то начинает происходить. Есть такой формат, он называется Zero Bug Policy, это когда вы определяете по шкале важность критичности или критичность влияния, как-то так. Если оно ниже какой-то отметки, вы просто выбрасываете этот тикет, ну, типа, это исправлять никто не будет. Если он это помешает нескольким пользователям и затронет там буквально какую-то незначительную часть, и ты находишь ошибку, ну, окей, давайте оставим так. Ну, просто никто даже не будет туда тратить время. А вот действительно те, которые выше по шкале, которые критичны, их править нужно, и добиваться этого тоже нужно. То есть, вот это как инструмент работы с бэклогом. Ну, то есть, можно половину выкинуть оттуда, и ничего не поменяется. Все, спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Елена. Ребята уже задали несколько вопросов, которые я хотела задать. Задам, наверное, последний. А вы задачку-то доработали до конца или на каком-то этапе бросили, и поняли, что это бесконечная тема? Да, бросил, потому что реально, если переписывать, ну, она того не стоила. У меня она тесты прошла на той платформе. То есть, на каком-то этапе она тесты прошла, все, я пошел дальше. Но если ее править до адекватного какого-то, ну, если бы я решил ее отдать на, ну, вывести в жизнь, для того, чтобы тестировщиков как-то попроверять, мне пришлось бы, я до сих пор, мне кажется, находил там баги и правил их, и там уже как-то целый проект получился. Вы понимали это со временем вашего развития? То есть, вот годами смотришь на эту задачку и понимаешь, ой, вообще она Unreal просто до конца дописать. Да, ну, в самом начале, я ж люблю, у меня первый код был, он сразу прошел мои тесты, я такой, а, классно. А потом понимаешь, что нет вообще, там классного ничего еще нет, и это сложно, и это капец какой-то. Может, есть смысл такую задачку давать, допустим, там, джуниором автотестером? Ну, в целом, ну, я как раз-то в тот момент-то и был джуниором автотестером, то есть, сеньор бы, мне кажется, такой даже не писал бы, ну, оно ему неинтересно, вроде как. Ты уже привыкаешь, что нужно проверять какие-то исключительные ситуации, и, ну, ты уже пишешь нормально. Для джуна, да, это вполне очень рабочая такая задача, особенно, когда ты на каждом этапе, на каждой итерации проходишь ревью и говоришь, что если я введу вот такое, оно упадет, все, человек уже нарабатывает опыт. То есть, для джуна, да, вполне. Хорошо, спасибо большое. Еще? Добрый день, спасибо за доклад. У меня такой вот вопрос. Вы, когда начинаете смотреть код, какова вероятность в вашем понимании со временем смотреть именно на продукт как со стороны разработчика, не со стороны тестировщика? То есть, когда ты не смотришь в код, ты как-то более ведешь себя как клиент и думаешь больше о логике, о каких-то таких кейсах. Но когда ты постоянно со временем начинаешь смотреть в код и разбирать изначально код с пониманием, не становишься ли ты менее вовлеченным именно в сторону клиента? Хороший вопрос. На самом деле, ну, есть такое понимание, ну, понятие, что, да, ты как профессионально деградируешь в этом случае. Ну, то есть, ну, оно, не сказать, что это деградация в каком-то, ну, общем смысле, но, да. Ты развиваешься в одной стороне и теряешь что-то в другой. Да, то есть, получается, просто, ну, в моем случае я абстрагируюсь. Я, если смотрю в код, я все, я отметаю полностью влияние бизнеса на, ну, то есть, я не тестирую. Я вот именно сейчас смотрю, анализирую, пытаюсь понять, как оно будет работать. Если же я тестирую, я даже не пытаюсь думать в сторону кода. То есть, я уже знаю, что он как-то написан, и моя задача проверять уже непосредственно, ну, как условно, это разделение на черный ящик и на белый ящик. Да, 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 вот я про это и говорила, что лично с моего опыта, как я, допустим, смотрела, смотришь в код, ты смотришь по одному, а смотришь потом на продукт, ты смотришь по другому, где вот просто эта грань, чтобы не потерять и там, и там. Вот она очень, да, она очень размыта на самом деле. Ну, это, ну, мне помогает просто абстрагирование. То есть, я, если тестирую, я уже занимаюсь тестами с позицией клиента, если я смотрю код, я пытаюсь думать как разработчик. То есть, как бы я это писал, если бы я, ну, если бы задача по написанию была на мне. То есть, вот, вот абсолютно две разные грани. Но, да, на стыке будет тяжело. Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте, спасибо за доклад большое. Вот, у меня такой вопрос возник. На каком этапе необходимо проверять код? Вот, с той точки зрения, что для тестировщика необходимо сразу проверить, что продукт работает, а после уже искать какие-то негативные сценарии, да. То есть, для меня, когда тестировщик смотрит код, он, то есть, пытается разобраться в логике и найти какие-то упущения, то есть, производит какой-то негативный анализ. Хотя, во многих докладах люди говорят, что нужно проводить сначала ревью кода, потом отдавать тестировщикам на проверку. Вот, что с вашей точки зрения как-то не понимает. Ну, у нас просто, видите, реализовано так, что у нас задача не выводится даже на REL, на стейдж, ну, на тестовый сервер, пока не пройдет ревью, там, по-моему, двух участников команды. То есть, у нас получается, что есть и то, и то. Но это уже зависит именно от устройства вашей команды. Получается, что до тестировщика смотрит разработчик как более высокий специалист. А для какой цели тогда тестировщику смотреть, если всю логику перебрали люди более эффективные, так сказать? Ошибки все равно находятся. Разработчики, когда ревьюят код, они пытаются найти какие-то исключительные ситуации, то есть, ну, и на чистоту кода обращают внимание, то есть, такие форматы. Но какие-то именно ошибки в логике, в реализации все равно найти, ну, получается на самом деле. Потому что, ну, тестировщик все равно думает, смотрит чуть иначе. Но в любом случае это вторичные проверки, если на них хватает времени, получается, так? Ну, опять же, у нас пока времени хватает. Но да, в целом бизнесу бывает это доказать тяжело. Ну, ты тестировщик, тестируй, вот у тебя продукт, типа, что ты будешь лазить в код, это проблема девелоперов. Обычно она решается так, когда ты, ну, берешь тестовое какое-то, ну, давай, давайте попробуем. Берешь кусок кода, находишь там несколько ошибок, а, ну, да, вроде как логично. Но если не находишь, конечно, это проблема. Я понял. А есть ли смысл проводить тестировщику такое ревью, когда ревью не делают никакие разработчики вообще? В идеале, да. Ну, поскольку любое ревью, мне кажется, это лучшее его отсутствие. Спасибо большое. Снова возник вопрос. На вашем опыте, что проще, быстрее, дешевле тестировщику приобрести инженерные скиллы и начать смотреть код или разработчика заставить обучиться техникам тест-дизайна и самому посмотреть свой код? Наверное, первое, поскольку, ну, разработчик все же в первую очередь он настроен на созидание, то есть он создает, а тестировщик все-таки больше с деструктивным подходом, он разрушает. То есть поменять деструкт на созидание проще. Но разработчику тяжело. Он не может тестировать свой продукт, ну, рационально, поскольку это его детище. То есть он подразумевает изначально, что оно работает. А если начинает крутить эти тесты, получает какие-то негативы, то, ну, это тяжело. Обычно, ну, просто даже я сталкивался с той практикой, что ребята получили указание добиться стопроцентного покрытия кода тестами, и там были тесты просто как АСР ТРУ, ТРУ, все. Ну, типа покрытие есть, есть, тест есть, есть, все нормально. Он ничего не проверяет, но покрытие есть, потому что просто не хотят это делать. Ну, поэтому, наверное, первое все же проще. Окей, спасибо. Лучший вопрос. Девушка задавала про… Один надоем, два? Один. Еще один. Спасибо за внимание. Ребят, если вам понравился доклад или не понравился, можете поставить соответствующий стикер на вот этой доске почета на выходе. Будет приятно получить отзыв о проделанной работе.